приветствую друзья я виталий портников чтобы организаторы конкурса евровидения не говорили о его не политизированность а каждый год мы можем отмечать все новые и новые политические аспекты влияющие на проведение казалось бы безобидного конкурса поп-музыки в 2024 году можно констатировать что политизированность евровидения вышла на новый невиданный и доселе уровень толпы участников протеста которые осуждали появление на сцене евровидения представительницы израиля напомнили о 30-х годах двадцатого века в европе торжестве нацизма фашизма антисемитизма всех тех тоталитарных движений и идеологий которые вначале нашли себе союзников в виде большевизма а затем схлестнулись в смертельной схватке практически разрушивший европейский континент правнуки и правнучки того страшного времени оказались у дверей и концертного зала в шведском мальме с очередными антисемитскими лозунгами но помешать проведению конкурса им не удалось хотя даже в зале проведения мероприятия можно было услышать свист тех кто идеологически близок к нацистским практикам 30-х годов прошлого века и тем не менее как это не парадоксально звучит именно израиль и украина оказались моральными победителями евровидения если сравнить те голоса которые были отданы за исполнителей обеих этих стран жюри и голоса которые были отданы зрителям мы увидим удивительное несоответствие симпатии и это просто потому что члены жюри руководствовались скорее собственными страхами оказаться быть высмеянными и освистанными антисемитской толпой а зрители отнюдь не опасались подобного развития событий а еще и выражали свою поддержку и протест против того агрессивного меньшинства который пытается навязать тоталитарную идеологию большинству европейцев голосование жюри показывала и страх перед так называемыми пропалестинскими а на самом деле антисемитскими демонстрантами и усталость от украины голосование зрителей подемонстрировала и поддержку израиля и симпатию к украине израиль стал первой страной участницы евровидения по количеству стран на выразившему свои симпатии исполнительницы и второй по количеству отданных зрительских голосов и это впечатляющий результат на фоне той разнузданной кампании которую мы наблюдаем 7 октября прошлого года результат который те подчеркивает что большая часть европейцев лозунги и приоритеты участников антисемитских демонстраций ки в европе и соединенных штатов не разделяет что в отличие от тридцатых годов прошлого века у этих людей попросту говоря нет никаких шансов ну и то же самое можно сказать об украине ведь то что украина получила высший бал практически у всех соседствующих с ней стран и не только опять-таки говорит о том что от войны устают отнюдь не там где она приблизилась границ при этом можно конечно думать что самыми главными участниками голосования были евреи и украинцы в европе но это тоже абсолютно ложный тезис по той простой причине что еврейского населения по крайней мере в большей части тех стран которые поддержали израиль нет со времен холокост их таким образом мы можем говорить о поддержке тех кто помнит о всех кошмарах второй мировой ки войны или понимает опасность радикальной идеологии которая уничтожит такие конкурсы как евровидение и которая позволит террору захватить европу так как еще недавно террор пытался захватить израиль тот достойный ответ который дается террористическим организациям за последний месяц то сопротивление которое украина оказывает российской агрессии на самом деле для европейского континента шанс выжить и далее бороться со всеми теми опасностями и сложностями которые подстерегают европу в следующие непростые десятилетия 21 века десятилетия которые сами европейские политики уже безошибочно называют предвоенным и если мы согласимся с тем что глобальный конфликт на границах европейского континента что амбиции авторитарных режимов могут быть куда более серьезно чем нам кажется что все мы можем стать свидетелями разрушительной ядерной ки войны который приведет гибели миллионов тех кто голосовал в конкурсе евровидения 2024 году то может быть стоит подумать о том как избежать подобной опасности как не попасть в могилу недооценка опасности мы уже знаем к чему приводит украинский пример такой недооценки непонимание большинством жителей этой страны того к чему может привести пренебрежение опасностью российской агрессии и вера возможность договориться с хищником который решил тебя уничтожить это та история которой мы наблюдаем последние пять лет во всей ки и чудовищной и очевидной поучительности то же самое можно сказать и о израиле перед 7 октября мало кто в еврейском государстве понимал все масштабы опасности которые связаны с деятельностью террористической организации хамас и недооценивал тех кто предупреждал что на западе уже возник свой клубок шовинистических и антисемитских настроений и который может быть использован террористическими организациями для того чтобы добиться если не военных то политических целей в следующие месяцы борьбы с террором сорвать примирение израиля и арабских стран создать сложности для всех тех кто понимает происходящее вмешаться в политические процессы в соединенных штатах и в европейских странах открывая дорогу наиболее радикальным силам на будущих выборах и в европе и в америке так что под музыку которую мы слышим на конкурсе евровидения стоит задуматься об этом будущем хотя бы потому чтобы единственной мелодии под которую не просыпались европейцы в ближайшие десятилетия не стали великолепно исполнены классическими композиторами прошлого похоронные марши и реквиями ведь гораздо лучше слушать песни поп звезд которые говорят о жизни и беззаботности а не рассчитывать на классику на похоронах спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписаны мои социальные сети на каналы патреоне байме кофе который помогает развивать эти ресурсы пользоваться функции спонсорства в самом ютюбе мир вам спасибо спасибо спасибо